Всем огромный привет! Сейчас у нас время полодиннадцатого. У меня голова уже практически высохла. Я с утра помыла сегодня голову. И вот так у меня выглядят волосы, когда они уже у меня практически высыхают. Сейчас я вот использую вот эту штучку для волос. Очень хорошо ей расчесывать. Вот я помыла сегодня шампунью Эйвенской, которую я вчера показывала. И хочу сказать, что когда смывается шампунь, то волос достаточно мягкий. Остается, а то бывают, знаете, такие жесткие. Не знаю, как объяснить. Когда вот мелированные или окрашенные волосы, и без бальзама просто шампунь смывается, то волос прям такой, как мочалка, жесткий-жесткий. Вот этот шампунь, который я вчера показала Эйвен, он не дает такого эффекта. Он достаточно мягкий. И я решила бальзамом сегодня ни маской, ни бальзамом не пользоваться, вот, а только вот шампунью. Чтобы волосы, знаете, когда пользуешься просто этими бальзамами, волосы такие более как, ну, быстрее пачкаются. Не более, а быстрее пачкаются. Вот. И я сейчас только спрею. В принципе, смотрите, очень хорошо расчесывается. Благодаря вот этой штучке и мягкому тому шампуню. Потому что шампунь, который, как правило, для милированных и окрашенных волос, они имеют эффект дополнительного увлажнения. Что, ну, волос, поскольку повреждённый, и всегда трудно расчесывается, и необходимое увлажнение. В общем, вот. Там мои мужички, у них утренний досып. Спят. Владик и Григоша. Хотела сказать, и Гриша. Влад с утра приехал со службы, он в ответственных был в дежурстве. Сейчас меня подменят, и я сбегаю на 2 часа на работу. Вот. А потом пойдём и к родителям в гости. Так, волосы. Пока нормально лезут, то есть не так критично, но это не знаю. Говорят, месяца через 3, что ли, после родов, волосы сильно выпадают. Ой, ну, вот если вот так вот будут чуть-чуть, то есть, ну, обычные падения, то я буду очень счастлива. Но так не хочется, чтобы сильно волосы выпадали. Это всегда большой стресс. Вот. И в связи с этим я не хочу сейчас милировать, да, волос, что будет, как сказать, от этого ещё сильнее выпадать. Помимо внутренних процессов, ещё и внешние факты. Поэтому пока я не крашу, ничего не делаю. Так, мой сиси-крем. Это защита от солнца. Но, как видно по моему лицу, всё равно все эти веснушки, даже на лбу. Раньше у меня вот только вот здесь вот были. А сейчас вот всё лицо усеивается. Ещё ничего не помогает. Сейчас приведу себя в порядок и прибегу. Ребёнок накормленный, так что у меня есть время. Но если что, у меня там молочко для него подготовлено. Так. А вообще, знаете, так, если посмотреть на мои влоги, то это как будто бы какая-то сумасшедшая, которая снимает в основном на улице, когда максимум нету людей, то есть отсутствует. Или когда минимум людей на улице, вот правильно сказать. Включаю камеру, потому что стесняюсь. И дома тоже. Вроде бы есть ребёнок, но не показывается, да. Вроде бы есть муж, но тоже как-то особо не появляется. Такая городская сумасшедшая, которая вот только за двумя котами реально живёт, которые коты показываются во вломах. А так вообще... Как будто бы, знаете, вообще такая... Сюжет для фильма сумасшедшая, оставшаяся в Чернобыле. И которая делает вид, что у неё есть полноценная семья, работа, создаёт вот эту видимость. Но в кадре она это показать не может, потому что по факту этого нет. Вот этот вот. Какой-то бред у меня утренний в голове. Вот вроде бы нормально поспала. Сегодня утром без десяти семь. Гриша проснулся. Ну и потом я с ним чуть-чуть полежала. Наверное, полтора часика в кроватку к себе взяла. Ну вообще он спит в своей кроватке полностью, да. Нет такого, чтобы он в нашей кровати. Ну вот с утра могу так, чтобы немножко полениться, не бегать к нему. Вот. И полежала, потом встала, пошла в ванну, и как раз Владик приехал. И сменил меня. Поговорит, тоже хочу поспать с Гришей немножко. Вот. Ну ладно, буду я краситься дальше. Кстати, вот хотела показать тушь. Это Essence. Очень мне нравится. Вообще тушь Essence практически всегда на ура. Разные, которые продаются, практически все мне всегда нравились. А что тут у меня ещё есть? А вот это Вивье Сабо, мне как-то так, она не очень. Прямо я хотела вау-эффекта, мне предложили вот её. Она мне не очень понравилась, если честно. И что тут ещё? Нету под рукой. А, вот. Хотела показать Диваж. Хотела Диваж, там тоже с суперэффектом. И она не даёт тоже вот реальные, прям такие классные, как большие ресницы, как я люблю, даёт вот этот Essence. А вот эта, она такая, какая-то коричневая. Я не заметила, когда купила по цвету. И прям расстроилась. А потом, когда стала пользоваться, мне даже понравилось, что она не чёрная. А на глазах не совсем понятно, какого цвета, вот. В принципе, это такой более-менее нормальный объём даёт. Вот это вот Диваж 90-60-90. Но, говорю, на контрасте, вот именно вау-эффект, это вот это Essence. Всё, до нового включения. Буду докрашиваться и собираться. Сейчас подкрутила вот этот шанкер. И прям очень-очень легко стали ножницы идти. Сейчас придёт ко мне собачка и попробую что-нибудь подстричь у неё. Проверить, как они в действии. В общем, сейчас вот прям вообще легко-легко идти. Зачем-то сильно затянуто было это у них. В общем, тут вот у меня собачка пришла. Она пока волнуется. Она очень волосатая, поэтому я по верхам как раз... Вот, да. Сядь-сядь. Попробуем ножнички. Нет, хочу сказать, что заточка никакая. Нет, смотрите, аж и не стрижёт. Не стрижёт. В общем, ножницы не айс. Надо их на заточку попробовать отдать, чтобы хотя бы как черновичок их использовать. Да, сейчас даже как черновик их не используешь. В общем, вот. Видите, никак. Не очень. Кстати, для примера покажу вам ножницы. Фирма DS. Вот, видите, шерсть прям так и стрижётся. Легко. Купила цветочки родителям на праздник. Сегодня 45 лет. Сапфировая свадьба. Так классно. В общем, бегу уже с работы. Сейчас приду домой. Подготовятся мои мужички. Владик и Гриша. И пойдём поздравлять родителей. Я сегодня, кстати, надела свою любимую футболку Пола. Вообще, люблю вот формат этих футболок. Очень классные. Мне кажется, во все времена вне моды такие футболки. Кстати, смотрю, думаю, что около школы так людей много. Сегодня же день выборов. Я с собой с утра паспорт взяла, ещё помнила. Надо будет, наверное, после родителей зайти проголосовать. А ещё так булочками здесь пахнет. Традиция такая в этой школе. Ну и во многих, наверное, школах, столовой всегда работали. Булочки продают. Это ещё в советских времён мама рассказывала, что были тоже типа выборы. А что там один кандидат прежним? И явку надо было обеспечивать. И вот продавали всякие вкусняшки. Вообще заманивали людей, чтобы они хотя бы за этого пришли и проголосовали. Чтобы повод был прийти на участок для голосования. А сейчас это просто коммерческий ход. Я, кстати, угол обзора немножко сузила в настройках камеры. Не знаю, как будет. В общем, попробую сегодня так поснимать. Ещё не видела, как те снялись, снято видео. В общем, надо будет посмотреть. Я сейчас еду, я не хромаю. Не знаю, как здесь опять будет на изображении. Поду ли я в раскачку или нет. Вот такие дела. У меня, кстати, слово паразит. Вот такие дела. То есть что-нибудь говорю, говорю. И вот такие дела. Это слово паразит уже. Фраза паразит. Надо как-то от неё избавиться. Так птицы поют прямо, как будто только начало лета. Так клёво. Диккенс, пандит. Сегодня косячит. Цветы. Вот, уже видно, как тут погрыз. Бессовестная морда. Разбил бутылку с лекарством. Бессовестный сегодня. Я как солдатик с того же. Вот выходной день. Часок поспал. Постирался. Помынулся. Не, он сегодня определённо нас косячит. Я не договорила. Разбил бутылку с маслом. Это там лекарство такое было. Оно, знаете, ещё такое липучее. Потом опять на стеллаже, на третьей полке, лежала круглая штучка слепок, которую я вам показывала. И он его умудрился достать, схватить. Представляете? И сейчас сидит, уже что-то рассматривает. Латут форму. Смотрите. Это что такое? Я сейчас только что рассказывала, что ты этот слепок схватил. И я смотрю, он тут на полу валяется. Выискивает. Смотрите. Такой нахал. Цветок стал грезть. Эту штуку не хватает. Лекарство разбил. Ты что так хулиганишь сегодня, а? Что ты себя так плохо ведёшь? Требуешь внимания? Что тебе надо тут? Ты давай ещё утюг урони для полного счастья. А Влад доску поставил и убрал, типа, подальше от Диккенса. И сам тут же доску так подставил. Гришенька просыпается. Ты не такой пестыжий. Это что такое? Это называется обезьяна. Диккенс. Что тебе там надо? Ничего тебе там не надо. Клубок не такой видел. Не, ну что за кот, а? Теперь не знает, как слезть. Хулиганство, а? Доска и так на честном слове держится. Так, сейчас помыла ножики. Вилку, ложку. Так, стряхну и сразу сюда положу. Надо тут как-нибудь разобрать, мне будет. Ну, прям совсем, что-то идеальное, никогда не получается. Ладно, не буду приметь. Вот, сейчас сюда посудку эту ложки вверху беру. Останется две кружки. Сейчас с Ладом попьем чаек, кофеек вечером. И, смотрите, более-менее мне удается держать столешницу пустой. Так, что тут? О, коварюшка. И мне это очень нравится. Прямо я вообще кайфую от этого пространства. Сегодня мама подарила два полотенчика в этом магазине. Как же он называется, забыла. Сейчас он во многих городах есть. И он, как правило, в промзоне где-нибудь, где там все такие оптовые цены, очень дешево. На языке верится, вообще не могу сейчас вспомнить вечер. Кстати, у меня все еще новогоднее этот снегоник. Обалдеть просто. Так, тут Тимошке остывает печень куриная. Там вот в кастрюльке я сварила. В общем, приходится мне его сейчас практически опять на натуральную пищу переводить. Мне главное, чтобы он ел. И вообще, я тут вопросом как-то занималась. Изучением про питание для котов. И в итоге что? Я прочитала, что вот этот влажный корм, он практически транзитом. Знаете, проходит через организм, не усваивается. А Тимоша в последнее время ел чисто вот этот влажный корм. И гурме в основном. Ну, я так, знаете, старалась ему покупать, чтобы если уж есть, чтобы хотя бы качественно. Что он настолько вот выглядит худо, худо-бедно он выглядит. И в общем, чтобы как-то что-то получше для кота было. Но все равно на нем это не отражалось. И вот сейчас он уже гурме этот плохо ест. Какой-то там предпочитает. Остальные вообще игнорируют. Раньше ел хорошо курицы тунец в магните. И в пятерочке продаются. Я покупала акции, ловила. Вот, потом он их вообще наотрез отказался есть. И тут вот в зоомагазине рядом ассортимент такой хороший. И вот он предпочитает беточки говяжьи в томате. Или с томатами. Короче, представьте, вообще кот-гурман. Но и в итоге, думаю, одно и то же есть. Сейчас еду уже перестанет. И я стала потихоньку покупать вот эту всякую курятину. Потому что тут прочитала вообще про влажные корма. Что они не откладываются. Я так подумала, что, может быть, вдруг он из-за этого худой. Не знаю, короче говоря. И что еще? В общем, сейчас уже вечер. Посидели мы у родителей по-домашнему. Гриша спал. Иногда просыпался, но ничего. Дал посидеть спокойненько. Молодец. Спасибо, сыночек. И прогулялись вечером. И сейчас начался дождь, молния. И Влад поехал со своим начальником в роту. Где-нибудь на час, может быть, побольше проверить. Завтра приезжает проверка какая-то очередная. В общем, они проконтролировать, как там выполнены на сегодняшний день задачи. Скорее бы он уже в отпуск ушел. Тоже человек в выходной. А звонили ему, я не знаю, по несколько раз в течение часа. Ну, за один час звонят там раза три. То есть сколько там часов прошло, столько раз ему звонили. Я не знаю, раз двадцать, тридцать, наверное. Как у него трубка не покраснела. И вообще отпуск. И скорее бы уже пенсия его. Уже служба доела. Сейчас вот принял новую должность. Я думала, что будет как белый человек приезжать там в пять-шесть вечера, заканчивать и приезжать. А он наоборот, что там работы много. И какое-то время, больше полугода не было человека на этой сетке. Ну, сетка называется, вакансия, да. То есть там все так как-то немножко под запустение. И, короче говоря, наоборот, он еще в большей напряге оказался. Но плюс в том, что когда он был в эскадрилье непосредственно, где самолеты летают, то у него очень нестабильный график был. Ему либо часто было очень рано на службу. То есть он мог там в пять утра выезжать, если даже не раньше. Либо наоборот, позже на службу там в двенадцати, к двум часам. А это значит, что задерживаться там до двух часов ночи. То есть то до двух часов ночи полеты эти, то наоборот, очень рано. Очень все так по-дурацки было. Естественно, когда сон ненормальный, да, то у человека тоже усталость, нервы и так далее. Тут хотя бы он все равно более-менее ложится в одно и то же время и встает тоже. Сон. Это большой плюс. Так что сейчас жду. Приедет где-то, надеюсь, через часик уже. Попьем с ним чаечек. Гриша уже спит. Мы когда пришли с прогулки, Владик его покупал. Вот, выполнил свой. Он так обязанность такую прям себе сделал, что вот он купает сына всегда. Вот, так что прям это их такая, как сказать, их занятие или как-то можно назвать. Ладно, пока Гриша мало ли не проснется, да. Но, скорее всего, он нет. Он вот тоже, если уснул сейчас в это время, то он там где-то до часа или до двух ночи до кормления ночного будет спать. Вот, а я пойду тогда умоюсь, сполоснусь, сделаю масочку себе. Я вот так вот моргаю. Я прям чувствую, как я так тяжело моргаю. Хочется сказать, откройте мне вейки. Вот, но нет. Вот, сейчас. А, наверное, уже включаться не буду. Сейчас пойду в ванную, в общем. И потом пойдем в маленькую комнату к Тимошке. Будем там сидеть под телевизором. Это наш такой досуг. Вечерний с Владиком сейчас. Вот, ну все. Спасибо, что были со мной. Всем пока-пока.